илья день добрый привет андрей привет ребят вчера такую статью видел интересную о том что раньше люди покупали недвижку которых есть чемодан денег наличных сейчас таких почти что не осталось а ладно а что происходит ценами на недвижку скажи мне пожалуйста слушай я тебя поправлю с нынешними ставкой ипотеки раз покупают только те у кого есть чемоданы денег все остальные воздержались слушай что с ценами значит смотри я бы отталкивался от того что недвижка продукт очень долгий и как бы все прекрасно не рассказывали вошел за 8 миллионов вышел через год за 10 или за 15 это продукт долгий конечно второй момент что нужно уметь ставить себе временные рамки только тогда в недвижке можно посчитать прибыль а у нас там 95 процентов людей не умеют это делать но тут дело не в людях тут дело в том что риэлторы это не умеют делать да основная кажется проблема рынка в том что у нас риэлторы не совсем понимаешь что и за сколько они продают их мне кажется задача продать ежеминутно ежесекундно что можно было бы продать дороже через месяц или почему продавать именно сейчас нужно они как правило объяснить не могут мне кажется это основная проблема рынка вообще в целом знаешь значит насчет цен я бы вот недавно давал интервью я думаю что на канале у себя его пульну знаешь на тему того что к ценам нужно относиться так немножко немножко по-другому многие говорят знаешь как слушай вот в этом квартале цены недвижимость начали расти как ну значит нужно продавать сейчас или наоборот недвижимость начала падать надо продавать ребят нужно исходить из того что я посмотрел статистику за первый квартал двадцать четвертого года она немножко вся разница ну что вы понимали допустим интересная статистика о том что у нас немножко припали сделки по новостройкам и цена на квартиры новостройках на 1-2 процента снизилась за первый квартал двадцать четвертого года да о чем это нам говорит да ни о чем ну вот просто ни о чем андрей то есть я могу даже больше сказать я немножко не согласен то есть о том что новостройки немножко припали да понятно но припали относительно чего цен в прошлом году ну так себе значит статистика на 1-2 процента я тоже самое могу сказать наоборот на мой взгляд рассуждать нужно о рынке с точки зрения инвестора вот представьте вы застройщик крупный застройщик и если вы хотите продать свою маленькую квартиру где-нибудь в деревне вы должны рассуждать как инвестор либо оптимист либо пессимист что такое инвестор оптимист это когда вы понимаете что сейчас в долгу на ближайшие два-три года есть тенденция повышение неважно какая 1 2 3 5 10 20 процентов на недвижимость целом тогда вы мыслите как инвестор пессимист и есть обратная тенденция когда инвестор пессимист такие кстати есть и у застройщиков они как правило там предлагают акции они довольно в принципе хорошо мобильно быстро продают свои объекты но рассуждать нужно исходя из этого но если говорить коротко на твой вопрос смотри рассуждая как инвестор пессимист недвижимость за последние пять лет подешевела нет рассуждая как инвестор оптимист недвижимость за последние пять лет подорожала однозначно да где как но в целом в среднем по россии в два раза исходя из этого можно делать все оценки и о том что будет с ценами на мой взгляд цены припали и довольно уже давно мне кажется что они еще продер ну как давно да на что-то в прошлом году цены скаканули сильно на те же новостройки да на мой взгляд немножко не оправдана преждевременно что говорит о том что этот рынок не будет сильно расти но действует два важных момента ребят огромный отложенный спрос потому что те кто хотел купить в том году весь практически год не могли этого сделать они не могли осознать что цены уже другие они отложили на этот год цены не сильно падают ну коллерируются знаешь падение в 35 процентов я не могу назвать падением для недвижимости это ни о чем знаешь мне интересно сказал инвестор которому мы сейчас брали объект под реновацию на квартиру он говорит ты знаешь илья я прекрасно понимаю как рынок недвижимости себя ведет он продавал новостройки все свое время инвестирует он говорит я прекрасно понимаю что даже при резком падении рынка я успею выйти с продажи любого объекта еще и заработать мне это очень понравилось понимаешь даже если резкое падение обвал это значит что у меня есть месяц на нормальную такую продажу поэтому я смотрю оптимистически но это рынок нам показывает да я понимаю что есть какие-то верхние границы но для меня знаешь допустим для всех по-разному но для меня три верхние границы но были когда-то все время что допустим в том году неужели а средняя однокомнатная в москве мы пробьем цену 14 15 миллионов мы ее пробили я могу сказать уверенно что однокомнатную в хорошем новом доме не где-то в центре поискать за 15 москве еще надо а мы движемся уже пробиванию цены 17 18 мы уже движемся к тому что однушечка ну да это хорошая ножка 40 50 метров поэтому я вижу тенденции вверх я даже вижу что люди привыкнут к ценам на новостройки они опять же немножко откатились это довольно выгодно и даже знаешь вот за вот всем этим я вижу что есть такая тенденция что люди хотят нового жилья да люди вернулись потому что нужно более лучшая локация не просто где-то жилье там да на окраине новом большом мега комплексе а в том чтобы это было экологично экологично не с точки зрения экологичности локации еще и удобства удобства тут скорее удобства поэтому я вижу тенденцию в долгую тенденцию все таки положительную и ну как бы я все-таки человек который ходит ногами все это видит разговаривает с людьми да и поэтому я могу сказать так меня удивляют что сейчас очень много инвесторов повылазило и такие ниши открылись недвижки знаешь когда мне человек говорит что он покупает там на филях трешку там за 32 и говорит илья я продам ее через год за 42 я такой как ну понимаешь эти три дома находятся в окружении элитных домов здесь больше других нет здесь нет цен и когда я возьму вот эти объекты все я диктуру я ну это многое зависит согласись от покупательной способности граждан вот потому что вот например я смотрю по парфюму дорогому да тоже сначала скаканула потом уперся в определенную так сказать планку да 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 мат предел предел с тобой согласен но тут я политики если ракета что тут летать тут будет не до недвижки согласись ну так вот объективно то есть продавать или покупать значит значит смотрите ребят значит я бы поговорил по по оценку объектов потому что люди не понимают что такое продавать и покупать потому что они не ставят себе временных промежутков ну давай как правильно как правильно оценить тогда давай квартиру да давай можно так можно так сформулировать смотри оценивать объект нужно следующим образом во первых всю рекламу которую вы видите в объявлениях это реклама хотелок кто эти хотелки это люди разные риэлторы и продавцы собственника объекта как они делятся они делятся на три человека первый человек 70 процентов людей переоценивают свои объекты ставят квартиру завышая в рекламе максимально завышая и их метод продажи это снижение постепенной на какой-то границе они находятся покупать это постепенное снижение длится как правило годами это 70 процентов рынка когда вы открываете объявление и видите эти объекты вы видите 70 процентов рынка остальные 20 процентов людей ставят какую-то среднюю цену и 10 процентов людей недооценивают свои объекты вот так выглядит рынок значит что такое хотелка я сейчас объясню в большинстве своем это люди которые в том числе я должен это сказать отказываются от работы риэлтора хотя мне по барабану я просто про это скажу да потому что за работу риэлтора нужно что-то платить а жалко платить этот господи 1 процент да там или сколько там платят а лучше я завышу на 10 процентов свою квартиру дальше через два-три месяца человеку приходит осознание что он при понижении цены не понимает не понимает сколько стоит объект он отчаивается продавать снимает с продажи и понимает что на рынке полная жесть продать ничего невозможно вот только что вчера разговаривал с человеком который продает свою квартиру по москве я говорю слушай ну давай я тебе оценю ее спорим ты ее завысил тишина спорим ты завысил ее в цене да идут тебе были звонки нет так везде хоть я на миллион скину я ее не продам о чем этот разговор это этот разговор не о чем итак ребят как правильно оценивать объект рассказываем когда вы выделили зону где вы оцениваете этот квадрат минимальный где вы оцениваете место локацию да когда вы выделили характеристики объекта то есть вы оцениваете среди девяти этажек среди панельных домов двухтысячных годов или монолитных домов последнего года выпуска но чтобы понимать чтобы характеристики все совпадают вплоть до кухни то есть кухня не 8 метров а именно 11 14 да а вы делаете следующие значит вам нужно поставить себе вот смотрите цена 10 миллионов за какое время я смогу продать по цене 10 миллионов когда вы себе сможете честно ответить на этот вопрос и когда вы поймете что ваш объект уходит это сложный сложный процесс вообще риэлторская работа я сейчас рассказываю подноготную внутреннюю вот я никогда не говорил я нигде такого не слышу когда вы отдадите себе отчет что за 10 миллионов моя квартира уходима за две недели тире максимум месяц то есть андрюш за две недели месяц у меня найдется один максимум два покупателя значит эта цена сейчас хорошая опять же этой хорошей ценой я могу оправдать следующее вы же в течение этого месяца наверняка эти деньги куда-то но андрей они как правило инвестируют да куда-то они же не лежат дома у человека да либо что-то покупает значит это оправдан вот допустим вы продаете свою квартиру за 10 миллионов полгода или год и постоянно снижаете цену я рассуждаю как инвестор андрей я понимаю что за этот год 10 миллионов на вкладе принесли сколько вам миллион шестьсот нормально так или при инвестициях в пятиэтажку в инновацию если вы сами туда полезете минимум там 8 10 процентов годовых то есть 800 тысяч миллион кто про это не думает они думают что если я сейчас снижу двести-триста тысяч на свою квартиру я потеряю но они не думают как инвесторы вот когда наши люди станут относиться к недвижимости как инвестиционному объекту несмотря на то что достался он от бабушки либо он куплен тогда они могут действовать правильно вот когда вы ценили объект и понимаете что цена вашей квартиры уходима за две недели выставляете рекламу но я хочу вам добавить что как правило это 5-10 процентов вниз от того что мы видим в рекламных объявлений ну понятно хорошо а мы сейчас взвинтим темп интервью кстати кстати на час может один человек есть еще одна категория который на самом деле он не сейчас некогда продавать я просто вот присутствую везде цены завышенные так мониторю но мне сейчас не до этого просто по вы поставил выше а потом когда будет я спущу вот так вот такой человек на смотрят до разный дорогой человек ты можешь эти деньги взять и положить на вклад мы же в рублях какие-то да помимо у него что у человека нет времени купить на квартиру хочет продать быстро купить на эту схему нету времени сейчас он где пока присутствую но вот важный момент по оценке я сказал не готов впрягаться теперь вопрос но это когда на что обратить внимание и какая сейчас мода на жилье я вчера читал статью что типа интерес к студиям возвращается маленьким да по студиям отдельный разговор рынок студии не насыщен то что мы видим сейчас вот если поискать на вторичной продаже студии практически нет то есть люди их реально оставляют себе рынок показывает что ну как бы студиями не насыщены люди совсем их мало ну то есть маленькое жилье имеется ввиду там 20 квадратов до квартиры или апартамент не важно до рынок этим не насыщен насчет моды на жилье я бы глобально выделил такую инвесторскую тему по которой мне кажется скоро сейчас пойдут застройщики за этим смотреть это такая я люблю это слово это эколокация да но эколокация подразумевание то чтобы даже экологичность экологичность здесь на втором месте на первом месте удобства и локации мне кажется что последние 5-7 лет мы все весь рынок шел ударными темпами по пути новая 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 локация вот туда соответственно сейчас люди уже осознали и застройщики инвесторы что как раз нужно идти от обратного все немножко накушались вот этого нового жилья и поняли что если новое жилье то это должна быть нормальная локация андрей я обращу твой внимание это касается не только москвы а всех городов россии вот сейчас это тенденция везде я даже обратил внимание что сейчас стройщики прям застройщики прям точечно нет тут проездил несколько городов довольно далеко от москвы что называется за сотым километром и обратил внимание что вот эти вот башенки точечной застройки в городах далеко ставят у парков такая же тенденция интересная в москве уже даже знаешь влияет не то что дом стоит у метро если раньше я бы ставил метро 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 к локации относил да то сейчас я отношу все-таки к такой экологичности удобства чтобы это был удобный вход в парк и чтобы это было только по настроению что даже вот я вот москвич там я не чита не знаю вчера друг приехал хочу квартиру снять не знаешь где коммунарка я не знаю не правда ну название каких филатов лук там что-то но я даже не вникаю и знаю ну как-то не знаю я тоже знаешь мне очень часто спрашивают я знаешь вот там тот жилой комплекс там так и вот это все классно и ты знаешь как быстрая речь в течение трех предложений там вот это вот это так классно дальше тишина игры прекрасно как называется жилой комплекс он не говорит извини я не знаю почему я грез ты считаешь что я 250 название жилой комплекс должен знать да ну понимаешь их так много я с тобой согласен что вот из-за этой множественности вы сейчас можете прекрасно чувствовать себя на рынке и пока нет такого знаешь прямо роста на тенденции на вот эти локации локат локат локейшн 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 можно обратить на это внимание потому что иногда можно найти хорошую недооцененную локацию ваша задача искать не дешевая если покупать или там инвестор ваша задача искать локейшн который в дальнейшем будет максимально дорожать как это понять я вам ответил да вот возьмем даже вот мои любимые всякие гаражи и чуланы по простому вот тут вот на академика павлова чулан три с половиной метра стоит 900 тысяч рублей за три с половиной метра чулана вот а здесь вот ну а такой же этот самый какой-нибудь коммунарки или воденцово стоят два раза дешевле конечно не просто так ребят то есть вся цена да я могу сказать что цена цена в среднем на объекты недвижимости да завышена я сказал почему внимательно можно меня послушать а почему в целом она такая да это как правило оправданно то есть если здесь квартира где-то дешевая это не значит уже бежать и брать знаешь у нас рынок вообще интересно ведет если где-то что появляется дешманская приходит 20 покупателей покупать все равно один то есть максимум торг можно устроить между двумя я вот на в днх показывал квартиру прекрасное место прекрасное место я выставил рыночную цену в тех оценках андрей которые я сказал да пришло человек 20 на второй день пришло еще 10 человек неделю таких показов и выяснилось что я каждого спрашивал а чего пришли каждый второй мне отвечал просто посмотреть вот и еще у нас тема на что внимание обратить я тут говорил что тут студия есть меня на завышена до ужаса 68 года постройки каменный дом студия на первом этаже за 10 метров требует 33 850 какая-то бешеная совершенно цена вот и что интересно они не могут продать и подключилась сразу агентство 10 когда я не понимаю этих агентств честно я не могу ничего сказать мне кажется это это знаешь какой-то ну да я не знаю это какой это не рынок это вообще это вообще жесть я не знаю что жесть да вот но не знаю кто будет покупать если сложно представить покупателя студии такого метража и за столько ладно значит чтобы с ценами мы примерно уже говорили прошлый раз по моему мы говорили прошлый раз просто у нас прошло некоторое время по моему у нас прошло две недели я сейчас могу сформулировать понимаешь первый квартал 26 года прошел и я смотрю что строечки продолжаются продолжаются просто люди сейчас стали более выборными к локации понимаешь под привыкли к ценам к хорошим локациям ребята если вы ищете жилье обратите внимание вот даже и знаешь москва понятно она как-то более-менее равна но чтобы понимали москва когда-то была под москвой то есть это было много маленьких деревень пристроенных городов вот такое цен образование здесь и было и в каждой этой деревне была хорошая плохая локация наверно так это все осталось слушай у нас знаешь если взять там район там сходня там тоже есть что свои неплохие места и есть жизнь места хотя район хороший есть то же самое там в гальянова поэтому обратите внимание на это если вы ищете подмосковье обратите внимание по подмосковью по подмосковью очень ровные цены вот если взять там город риотов или химки. Очень ровные цены на довольно, допустим, на хорошее новое жилье. Но ваша задача сейчас обратить на локацию. Вот сейчас локация стала такой тенденцией рынка, когда люди, вы знаешь, если они готовы платить жилье дорого, то сейчас уже не то, что прямо за новое, на первое место все-таки выходит локация. Пусть это будет более старый дом, но тем не менее. Значит, мы еще обсудили с тобой важную тему, почему цены завышены. Уже несколько раз сказали, да? Ну вот, зачем нужен риэлтор? Вот, кстати, скажи, почему тебя не любят и таких, как ты? Меня мои любят. Нет, вот некоторые люди приходят, опять эти риэлторы, риэлторы, нахлебники туда-сюда. Частых продавцов не любят почему-то. Хотя вот я покупал там бытовую технику, я сразу подошел к продавцу и сказал, слушай, что мне взять хорошие? Зачем риэлторы? Значит, насчет риэлторов. Смотри, очень такая тяжелая ситуация по продавцам риэлторам, потому что сами продавцы риэлторы не могут. Вот знаешь, там большая часть рынка, риэлторы, я спрашиваю там на сделке, там где-то еще, ну как бы что, я сопровождаю сделку, я продаю. Я представляю интересы продавца. Если по покупателю мне понятно, человек проверяет, находит там, что-то делает, бегает, он может быть знает что-то, да, про локацию, то про риэлтора-продавца последние два года рынок пытался как бы показать всем нам, в том числе застройщикам, что вот не нужны ни риэлторы, никто. А вот сейчас тенденция, ребята, возвращается. Я объясню, почему, Андрей. Объясни. Потому что когда человек неправильно оценил свою квартиру и зажал там, я не знаю сколько там, сот тысяч рублей за агентские услуги, он выставляет свою квартиру, он же самый умный, он выставляет свою квартиру, как правило, там на 2 миллиона выше рынка. Таких пруд пруди и начинает понижение. 500, 600, 700, 800 сделки не будет. Потому что у него нет понимания рынка. Вот совсем нет. Он не ставит себе эти временные промежутки. Оценить правдиво свой объект, он отказывается. И еще важный момент, Андрей. Когда такой человек продает, он не совсем понимает, куда он эти деньги готов завтра вложить. Вот если он завтра, вот если вы поняли, ребят, когда вы завтра готовы эти деньги вложить, под какой процент, ну, купить там другую квартиру, допустим, разъехаться, то тогда можно приходить к какой-то оценке. Поэтому риелтор нужен вам для того, что первое, сейчас риелтор превратился в довольно качественный продукт консультанта, потому что понять рынок, Андрей, сейчас очень сложно. То есть диаметрально противоположные сейчас тенденции. Вот начало 24-го я почитал, что там с ценами. Вот так вот, вот так вот, ребят. Ипотека, с ипотекой, количество, средняя цена, чек, полный бред. Есть понятие инвестор-оптимист, есть понятие инвестор-пессимист. Вот давайте вот вы плюсики здесь ставите плюсики, принимаете для себя решение. Но риелтор нужен вам для того, чтобы понять точную цену объекта, потому что полгода продажи, это сколько там миллионов потерянного потом лежащего на вкладе или инвестированного под реновацию или в новостройку. Кстати, я тебе скажу еще. По моим ощущениям, новостройщики себя прекрасно чувствуют. Я вчера прозвонил своих друзей, которые там работают, и сказали, да ты знаешь, в общем-то, вообще нормально. Вообще нормально. То есть я даже, знаешь как, почему-то риелторы не очень любят новостройки, потому что они кушают больше половины рынка. Да? То есть в конкурент, ты понимаешь, в конкуренции вместо столички. Нет, я согласен с тобой, что у нас представительство. Вот один товарищ, который вот выступал на моем канале, купил очень дешево коттедж. А потом оказалось, что он не загистрированный над большой трубой. Там труба газовая, гигантская, нельзя бы вообще ничего строить. А он купил коттедж. Нужен всегда специалист, который... Или вот еще случаи. Ты знаешь, я люблю малые формы. Какой-то там гаражи стоят, каменные большие гаражи, хорошие, да? Один стоит столько же, а второй намного дешевле. Вот, ну, ряда, да? Ну, и возникает вопрос. Либо там ворота, там в одном гараже сетка вместо ворот, такая там идет, сеточка такая. А в другом поставили новые железные ворота. Либо там какие-то еще другие подводные камни. Нужен в любом случае человек, который разбирается в этом теме. Да, я, кстати, насчет гаражей, ребят, тоже абсолютно точно. У меня в ГСК тоже продается гараж, в нем нет собственности, но собственность получить можно. Я звоню хозяину, говорит, слушай, у меня тут гараж через, там гараж, там можно получить собственность, ты знаешь, да, можно, можно там что-то пойти, получить вся фигняк. Знаешь, сколько это стоит? Сука. Нет. Он говорит, ну смотри, нужны юридические услуги, суд, получение через суд. Это Подмосковье ближайшее. И оценка, оценочный лист, вся вот эта фигня, хибара выходит все вместе 50. 50 тысяч. Это, а теперь второе, смотри, ты крышу менял? Нет. Знаешь, сколько стоит поменять крышу в гараже? Чисто металл. 45 тысяч. 100 тысяч. Это неправильно, это работа. Ну и да, и работа, да. А еще тебе работа пугает. Я согласен, металл дорогой и работа, да. Работа, кстати, дорогая по гаражам. Ну вот дорогая работа будет, да. Да. Так что вот так, да. Не, юридические моменты нужно проверять, естественно, это нужно делать, и я вообще, знаешь, считаю, что если вы что-то покупаете, нужно пользоваться услугами, ну стараться пользоваться услугами нотариуса. Вот, по многим моментам. Они проверяют и несут ответственность за это. Это интересно. Конечно, согласен с тобой. Полностью согласен. Лучше, чтобы нотариус был знакомый. Тут не обязательно. Слушай, нотариус это, нотариус это, понимаете, в чем дело, нотариус это больше, чем юрист. Я очень люблю, когда он говорит, у нас юрист все проверил. Ну проверить можно все, что угодно, да, но потом что-то всплыть может тоже совершенно так же. Я не буду углубляться, почему, но нотариус это более серьезная вещь, он в этом копается, и такие факты, от которых потом отталкивается сделка. Важный. Понятно. Все, спасибо большое за интересное интервью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.